Новинка Borner 17. Больше всего люблю эти пистолеты за их высокий ресурс и за дешевизу. Такая вот простая машинка. Серая коробочка, ничего особенного. Если что, пистолет СО2-шный. Стреляет стальными шарами 4,5 мм. Давайте глянем, что в коробке. Сам пистолет. Шестигранник для установки СО2-баллона. Инструкция. Сам пистолет странноватенький. Какая-то свободная китайская интерпретация ГЛОКа. Странные клейма, но тем не менее как-то сдалека на ГЛОК все-таки похож. Но звезд неба видно не хватает. Клеевая чистенькая сторона, разве что надпись есть. Имеется планка снизу из имитации. Рычаг груза задержки не работает. Спусковой предохранитель здесь отсутствует. Оригинальный предохранитель находиться должен прямо на спусковом, только сбоку. У ГЛОКа он, конечно, прямо спереди. Такой компромиссный вариант. В целом, хорошее решение. Разве что смущает, что вместо того, чтобы размыкать механизм, он блокирует спусковой крючок. Это не очень хорошо. Некоторые забывают про предохранитель и своей могучей рукой ломают спусковой. Что не очень хорошо, наверное. Также следует отметить прицельные. Они здесь не регулируются. Ну и отлив ствола здесь тоже такой имитационный, скажем так. В общем, такое супер бревнышко. Но из имитации, тем не менее, у нас есть вполне реалитичная кнопка сброса магазина. Выбрасывается не в полноразмерный магазин. В принципе, для бюджетного изделия это оптимально. Магазины эти стоят копейки. К тому, как на других моделях с полноразмерными магазинами порой выгоднее купить новый пистолет, чем искать этот магазин. Такое вот общее решение. Магазин, кстати, металлический. Интериал, наверное, не упомянул, да? Пистолет полностью, абсолютно пластиковый. Так, давайте установим СОДОБАЛАН. Берем шестигранник и откручиваем винтопробку. Берем наш СОДОБАЛЛОН, закидываем. В очередной раз напоминаю, что тянуть сильно баллон не нужно, чтобы не испортить резинку. Более того, проткнуть его желательно одним уверенным движением. Вы чувствуете, баллон начал сопротивляться. Все, дальше не тянем. Проверяем, будет ли пистолет работать. Все, работает. Снарядим пистолет нашими шарами. Берем магазин и фиксируем пружину, чтобы вылез вот этот шток. Давайте засуним, маленечко. Все, просто засыпаем шары, но не сюда, а вот сюда, в специальное отверстие. Очень удобно посадить. Шары старайтесь не пересыпать. После того, как засыпали, более-менее сколько хватает, жмем на стопор, чтобы он закачал обратно. Все, пистолет готов к стрельбе. Защищаем органы слуха, ой, слуха, органы зрения очками продаются, понимаете. Попробуем пострелять на дистанции метров пять по небольшой мишене бумажной. Угу. Спуск топорненький, кучность посредственная. В принципе, это обусловлено, скорее всего, боеприпасом. Тем не менее, в мишень примерно такого размера вы сможете попасть на дистанции 10-15 метров. Кстати, пистолет спокойно колет стекло и дырявит жесть. Ну, такой вариант как раз для пикника, для шашлычной вечеринки. Ладно, давайте замерим скорость. Что можно сказать о пистолете? В двух словах. Простота и надежность. Ну, в принципе, как и настоящий блок, наверное. Как я уже сказал, такой чисто развлекательный, дачный, пикниковый вариант. Кстати, еще и бюджетный. С большим ресурсом. Вот так вот. Вот. А недостаток, наверное, один. Отсутствие имитаций. Пистолет также не ощущается оружием. И пластиковый. Хотя, опять же, если вам просто пострелять, самое оно. Не забывайте про промокод. Экономьте, покупая со скидочкой. Ждем вас в наших социальных сетях. Все эти ютубные штуки. Лайки, комментарии, колокольчики помогают продвигать наш канал. Большое вам за это спасибо. И да, футболочки. Теперь у нас есть мерч. Тоже можете прикупить. К пистолетику. К тому же.